Всем привет! С вами Зел и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Пишу этот выпуск из небольшой самоизоляции, так как по всему миру бушует коронавирусная инфекция и правительство нашей страны, да и в общем-то практически всех стран мира приняло решение о том, что на работу народу ходить незачем, незачем ходить в торгово-развлекательные центры и в принципе это наверное правильно для того, чтобы поменьше людей заражалось это самое верное средство. Но с другой стороны есть время пробежаться по интересным новостям месяца, которые касаются солнечной энергетики и в 15 выпуске я расскажу вам вот о чем. Я расскажу о том, как можно попасть на зеленом тарифе и солнечной энергетике в принципе, косвенно отвечу на вопрос о том, кому зеленый тариф в России все-таки выгоден, а также коротенько пробежимся по новостям солнечной индустрии за прошедший месяц и ближе к концу выпуска у меня будет небольшое объявление, даже несколько объявлений. Но перед этим я хотел бы напомнить, что наш подкаст переехал на новый хостинг, если что это анкор.фм и недавно в админке я залез в статистику и увидел забавную вещицу в разделе откуда вас слушают. Ну, во-первых, больше всего людей слушает наш подкаст в России и Украине, суммарно это около 82 процентов. Во-вторых, я удивился, что есть слушатели нашего подкаста даже в Перу и Австрии, привет Лена Сидлерова, скорее всего это ты, ну и самое веселое, что если тыкнуть на конкретную страну, то можно провалиться в нее и увидеть, из каких областей регионов пришли слушатели. Но действует это правило и наоборот, в смысле, что можно от конкретной страны перейти, что называется, вверх по каталогу, ну, вверх по дереву. И вот самый-самый железобетонный и интересный факт на сегодня такой. Сто процентов слушателей подкастов Solar News находится на планете Земля. Остальные восемь объектов, я чуть не сказал планет, солнечной системы пока не задействованы. Надеюсь, в каком-то обозримом будущем мы это поправим. Антон Позняков и теория большой бороды, вся надежда только на вас. Вот, ну и напоследок напомню, что поддержать подкаст и проект Solar News в целом можно материально, став нашим патроном на сервисе патреон по адресу patreon.com.solarnews одним словом, а нематериально можно поддержать его написав отзыв и поставив ему необходимое, по вашему мнению, количество звездочек в Apple подкаст с яблочного устройства, если вы заходите, или в iTunes, если вы заходите со своего компьютера. Ну и, конечно же, рассказав о подкасте своим друзьям. Ну, а теперь к темам. Денег нет, но вы держитесь. Примерно с таким посылом выходили статьи на просторах украиноязычного интернета с середины января этого года. А суть их заключалась в следующем. С октября 2019 года гарантированный покупатель, это госкомпания, которая обязана покупать электроэнергию у населения в рамках зеленого тарифа, у нас в России она тоже есть, называется немножко по-другому гарантированный поставщик. Так вот, эта компания не выплачивает денег производителям этой самой зеленой электроэнергии. В основном, конечно же, это коснулось владельцев солнечных электростанций мощностью до 30 киловатт, потому что ветрянные электростанции, ну, так как-то исторически сложилось, что не сильно распространены участников ввиду объективных причин, таких как большие площади необходимые под производство. Ну, в общем, площадь, которая необходима для отчуждения, она больше, чем площадь, которая необходима для солнечных батарей на единицу мощности. Такая ситуация происходила в основном, ну, большей части на западе Украины, а именно в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях. Производители и, получается, продавцы этой электроэнергии кому только не обращались и везде натыкались на примерно один и тот же ответ. Денег Киев не дает. Как только дадут, мы вам сразу заплатим. Вот подождите. Все ждут и вы подождите. Во множестве групп и каналов в соцсетях поднялся такой хайп, что информацию подхватил даже глава комитета Верховного Совета по вопросам энергетики и ЖКХ Украины Андрей Греус. На своей странице в Facebook он написал, что сделал депутатский запрос в Украэнерго с просьбой пояснить ситуацию с оплатами, а также объяснить, почему промышленным СЭС все-таки платят хоть что-то, а частникам с их зеленым тарифом вообще ничего. Ну, тут более-менее понятно, потому что промышленные СЭС должны платить налоги и платить заработную плату сотрудникам и отчисления в обязательные фонды, но все-таки если поставить себя на место частника, которого продает электроэнергию, тоже как бы не очень комфортно себя начинаешь чувствовать. И вот в связи с этими всеми делами выяснилось, что все-таки в связи с переходом на новую платформу по продаже электроэнергии, это аванс плюс постоплата денег у гарантированного покупателя таки действительно не было. И эту задолженность они приписывают как раз именно Украэнерго. Но до конца января все должно быть посчитано, все должно быть пересчитано и долги выплачены. В общем-то не очень получилось. По данным сайта электровести.нет, на 13 февраля гарантированный покупатель оплатил производителям электроэнергии только 100% задолженности за период июль-ноябрь 2019 года и 56% задолженности за декабрь. Но из-за всего этого хайпа всковырнулась, так сказать, одна интересная махинация. Оказывается, еще с июля 2019 года некоторые компании-поставщики универсальных услуг, ну это компании, которые продают электроэнергию населению и малым бытовым потребителям, то есть предпринимателям и потребителям с электроустановками до одного киловольта. У нас в Питере это, например, Петроэлектросбыт, в Москве МОСЭНЕРГОСБЫТ, в Киеве там КиевЭнерго, ну такие вот, в общем, условно говоря, мелкие ребята. И вот эти товарищи искусственно завышали в своих отчетах перед гарантированным поставщиком объем электроэнергии, которую продавали по льготным тарифам, а сами продавали ее по полной цене уже налево. Тем самым, с помощью такой аферы, им удалось наворотить, то есть наворовать за указанный период примерно 2,8 миллиарда гривен. Это около 113 миллионов долларов на секундочку или 7,6 миллиарда рублей. Некисло тогда. Схему раскрыла служба безопасности Украины как раз благодаря таким вот, открываю воздушные кавычки, мелким жалобщикам, которые лезут со своими копейками. Закрываю кавычки. И я, в общем-то, очень рад за украинских частников, которым таки удалось отстаять свое. Тем более, что в России продажа в сеть только-только началась, мы пока еще на бумаге, но нам предстоит еще пройти через все эти тернии, и поэтому чужой опыт будет не лишним. А теперь про еще одно более интересное и масштабное нагибательство, назовем это так. Как мы знаем, компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, эталон во многом. От ракезостроения и запусков автомобилей на орбиту Марса до производства этих самых автомобилей и установки солнечных крыш. Инновационных, супер презентабельных и вообще очень красивых. Справедливости ради стоит отметить, что устанавливать солнечные электростанции первоначально из Москвы начала компания SolarCity, которая возглавлялась кузеном Илона. И еще в далеком 2006 году. Но в 2015 году Илон уговорил совет директоров Теслы купить эту компанию. И как раз с того самого времени запустился проект SolarRoof, солнечная крыша, который в общем-то и принес только хайпа для компании, но давайте все по порядку. Вероятно, акционеры никогда бы не допустили развития проекта SolarRoof, если бы не два но. Первое, это маркетинговая суперспособность маска, которая позволяет ему рисовать прекрасные картины сверхтехнологичного будущего и уговаривать тем самым инвесторов, покупателей, да в общем-то кого угодно. Она-то и сыграла на руку, когда японская компания Panasonic предложила американцам свои передовые на тот момент технологии солнечных ячеек на технологии Heat. Ну, технологии Heat это когда стандартная кремниевая пластина сверху и снизу покрыта тонким слоем аморфного кремния и на тот момент эти ячейки были супер-пупер мега передовыми и имели эффективность средних по рынку, ну точнее и имели эффективность больше примерно на 26 процентов, чем в среднем по рынку. То есть вместо условных 15 процентов КПД имели почти 19 процентов. Именно эти ячейки и протолкнули инновационный проект будущего инвесторам, но об этом давайте чуть-чуть попозже. А второе, но это как ни странно батарейки, ведь в машинах батареи не вечны и по достижении их деградации, ну если быть более точным, то при снижении максимальной емкости до 80 процентов, эти батареи необходимо куда-то девать. Ну их утилизируют, их там разбирают, их потом там куда-то перепродают и вот решили Маскса товарищи эти девайсы продавать на стены доверчивых американцев, так сказать, преобразовав их в Powerwall. Powerwall это такая настенная зарядно-разрядное устройство со старым тесловским аккумулятором внутри, точнее со старыми батарейками, которая способна получать электроэнергию от внешнего источника, когда это необходимо. Накапливать ее и отдавать, опять-таки, когда это необходимо. И так сложились звезды, что Tesla. А. Заключает договор с Panasonic на строительство гигафабрики в американском городе Буффало, штат Нью-Йорк, на котором будут производиться не только аккумуляторы, которые используются в машинах компании, но и Powerwall, а также солнечные панели в виде крышной черепицы. И. Б. Покупает SolarCity компанию, которая будет все это добро устанавливать. Так рождается проект SolarRoof. Вот вроде бы профит должен быть всем. Tesla и Panasonic это новые рынки сбыта и прибыль. А покупателю хорошие машины, солнечные электростанции и накопители для них. Тоже в какой-то степени прибыль. Чтобы вы знали, Panasonic тогда дико вкладывал деньги в солнечную энергетику, был очень инновационным и тем самым он хотел стать достаточно крупным игроком на рынке. Поэтому с радостью вбухал в завод целых 256 миллионов долларов. Взамен американцы обязывались использовать продукцию только Panasonic в своих системах. Еще 750 миллионов выделил штат Нью-Йорк в рамках развития региона. Дело в том, что с конца 20 века, а по-моему это 1800-1986 год, когда там закрылся сталилитейный завод, регион начал потихонечку тухнуть и правительство США запланировало около 1 миллиарда долларов на его стимулирование и развитие. Плюс на какое-то время земля переходила Tesla в общее бесплатное пользование. Плюс налоговые льготы и в общем Маск расстарался на славу. Акционерам есть за что его похвалить. По-моему в 2015 году как раз акции Tesla взлетели до... первый раз взлетели до небывалых высот. Завод строился, было у него много противников, много сторонников. Сейчас вот до сих пор идут жаркие дебаты по поводу строительства завода в Германии. Идет очень много разных петиций, пишется много митингов против этого строительства, но похоже они проиграли. Но в конечном итоге осенью 2016 года заводов Буффало открылся и первую продукцию солнечной ячейки и солнечные панели с низким профилем, которые производила Panasonic, начал выпускать уже с августа 2017 года полноценно. Хотя солнечная черепица была презентована еще в октябре 2016 года, более-менее массово ее начали выпускать только в 2018 году. Ну согласно временной поправки на Илона Маска даты почти совпадают. А вот нынешнее поколение черепицы это третье по счету, которое эффективнее и условно дешевле всех остальных так вообще только к концу 2019 года. В октябре месяце, по-моему, сказали, что уже все, мы уже производим только черепицу третьего поколения. Сетевое издательство PV Magazine ссылаясь на сайт solarroof.com постит фотки счастливых американцев, ставших обладателями солнечных крыш от Теслы. И тут... Та-да-да-да... Тихо, стараясь не шуметь, без особой помпы Panasonic в феврале 2020 года выходит из партнерства с Теслой по производству солнечного ставка. Что такое? В чем дело? Задают вопросы все и в том числе я. Ну официальный ответ японцев был такой, ну не срослось. Значит, заявленный Илоном Маском темп в еженедельной установке тысячи солнечных крыш на территории США не удалось осуществить. Это и привело к тому, что инвестиции Panasonic не окупились должным образом и компания решила отсечь хвосты. Ну то есть они решили сосредоточиться на более выгодном совместном бизнесе по производству аккумуляторов. Это официальная версия, но есть и так называемая шпионская версия происходящего или в простонародье теория заговора. Так вот эта теория гласит, что закупка комплектующих у японцев как готовых модулей, так в общем-то и солнечных элементов для их производства заметно дороже покупки аналогичной продукции в Китае. Ну странно, правда? И Tesla потихонечку диверсифицировала закупки, начала потихонечку покупать все больше солнечных панелей в Китае и солнечных элементов и все меньше в Японии. Об этом прям в голос говорят в издании PV Magazine. Цитата. На большинстве коробок с оборудованием написано, что они из Чанчжоу, которая находится на расстоянии более 11 тысяч километров от Баффала. Цитата закрыта. И вероятно, в общем-то, в Panasonic обиделись на своих коллег, ну таких нечестных коллег, но полностью разрывать сотрудничество не захотели. Ведь кто его знает, как Маск на все это отреагирует? Он, Samsung уже около пяти лет ошивается у них на пороге и пытается свои аккумуляторы в Теслу запихнуть. И поэтому произошел такой мягкий разрыв отношений, как будто бы обоюдный, как будто бы всем все нравится и всех все устраивает. Но на самом деле, мне кажется, что японцы сейчас кусают свои японские локти, потому что все-таки такую большую сумму вложили в завод. И, как говорится, таким образом я обманул 27 человек, 11 мальчиков, 15 девочек и одного очень доброго старичка. Это сказал поросенок Фунтик, но Илон Эролович Маск в данной ситуации больше похож на госпожу Беладонну, которая никого не обманывала сама, но была мозгом этой всей махинации.